Это было в последних шести лекциях. Именно мы начали с алгебраических многообразий, где x это у нас, соответственно, афинное и коррективное многообразие. Немножко поизучая многообразия, с точки зрения, подмножен в соответственно афинного и коррективном пространстве, после чего дивинили многообразие на идеалы кондициях многочленов. Поизучали идеалы, то есть поставили нас в гиправлически замкнутом полем каждому неприводимому кофинному и коррективному многообразию соответственно простой идеал, и простой градурированный идеал в кольцах многочленов. Это уже был более алгебологический язык, но вообще с идеалами и кольцами работать не очень удобно. Поэтому следующее, что мы сделали, вместо идеала рассмотрели модули над кольцом многочленов. Примерами таких модулей был, например, фактор всего кольца вот такого идеалов, а на языке модулей над соответствующими кольцами. Примерами таких модулей был, например, фактор всего кольца вот такого идеалов. Этот язык, как с вами видно сегодня, является более удобным. С модулами работать гораздо проще, чем с кольцами идеалов. Ну и заодно, если у нас есть коррективное многообразие, мы еще построили целую серию вариантов этого многообразия, а именно у него шлен Гильберта. Этот магазин Гильберта содержит, в частности, информацию о размерности многообразия, информацию его степени, которая позволяет доказывать разные нумерологические взвертвления, вроде керен-безу, и еще много чего еще, потому что я перечислял только его старший шлен. И сегодня мы потихоньку начнем переходить к гомологической алгебре, по крайней мере оставив коммутативную алгебру, наверное, какое-то время. И посмотрим, действительно, откуда могут вообще браться разные младшие коэффициенты этого языка. Ну давайте, топология у вас уже немножко появлялась. Разве гомологический язык, язык комплексов и гомологии так ведь? На анализе, я надеюсь, тоже уже подошли к гомологиям Д равных. Клуб нет? Ко гомологиям? Нет? Но формулы дифференцировать хоть научились? Да, да, да. Так, значит, уже подошли? Следующая лекция. Следующая лекция. Квадрат дифференциала 0 уже выяснили. Ну на следующую лекцию. Ну тогда мы немножко сидим, и тогда я буду первым. Кто про это вам скажет, скажет. Сегодня мы сделаем небольшое вычисление, связанное с дифференциалами форм, а завтра вы узнаете, или когда послезавтра это реакция, вы узнаете, к чему это все. Вот. Итак. Помните ли вы, что такое точная последовательность, например? Да, это таких комплексов, как первые гомологии. Что такое комплекс? Давайте начнем тогда. Хорошо. Берем группы, ну или модули. Ну давайте будем рассуждать для модулеров с модулями удобнее. Ну и соответственно. И цепачку отображений. Да. Это комплекс модулей. Ударение традиционно ставится на последний слог, куда становится ясным, из какого языка пришло это название. Из ханцунского, конечно. Всегда мы говорили на последний слог, наверное, в латинских словах, где она изначально стояла совсем не правовая слога. Ну пусть он даже будет бесконечным. Ну пусть он будет бесконечным. Добой может быть. И отображений. Давайте он будет у нас... Какие в топологии у них были? Возрастающие индексы слева направо или убывающие? Убывающие. Ну давайте же приедем к этой традиции. Нет? Она здесь будет возрастающей. Ну неважно. В какую сторону писать комплексы. Чтобы слева направо возрастали или убывали индексы. Между ними отображение называется дифференциалом. Значит, здесь какой у вас индекс стоял? i или i-1? В модуле отображений. И каким свойством обладали эти отображения? Ну там два соседних композиций. Композиция. Единственную композицию, которую здесь можно взять, композиция двух соседних отображений. То есть d. d. Сначала мы применяем d. 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 d Дальше, видимо, следующее определение. Это что такое? Гомология, допустим, комплекса и когомология. В данном данном уровне не принципиально. Вспомнили что это такое? Гомология. d. 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 и кем p ядро выделенное по образу D в данном случае e плюс первого. ну и комплекс называется точкой последовательностью если, в каком случае? если действительно все гомологии 0 если ядро d' совпадает с образом d и плюс 1 так это применяется в нашей ситуации пусть у нас теперь будем рассматривать модули над мутативным нётровым кольцом пусть у нас r мутативное нётровое кольцо пусть у нас m модуль над t конечный парагон что мы про него можем сказать? у него есть набор образующих пусть у нас, допустим, e1 и так далее, e n образующие значит, что означает, что e1 и так далее, e n его образуют? ну и более вместо m является r с коэффициентом n это можно сказать другим языком более ответственным естественным технологическим фактором свободного модуля n почему? значит, m в таком случае изоморфно свободному модулю по некоторому подмодулю соотношению давайте назовём это подмодуль соотношения m1 и действительно что такое свободный модуль? свободный модуль это то, что вы помните? свободный модуль это то, что состоит как раз e умножить элементов это сумма формальной линейной комбинации суммы x и t и l где и циты отглажат нашему кольцу n поскольку наш модуль поражается такими линейными комбинациями существует отображение сервективное из свободного модуля на наш модуль но это сервективное отображение найдётся какой-то ядорог, который будет под модуль наш модуль получается как фактор свободного модуля по некоторому подмодулю m1 или давайте запишем это на гонологическом языке то с другими словами в следующую последовательность начнем традиционно пишем в эту сторону у нас есть наш фактор модуль m он получается из свободного модуля факторизации по подмодулю m1 и здесь можем смело написать нулик обратите внимание вот это отображение это естественное влажнение второе отображение это проливция то есть это просто другой способ записать то, что один модуль является фактором другой модуля это называется короткая точная последовательность было такое в топологии? да обсуждались короткие точные последовательности ну действительно, как увидеть, что вот эти вот вещи равна силе? ну как? значит, что означает отсутствие гомологии вот в первом месте? кто может сказать? что ядро этого отображения совпадает с образом нулевое что это означает? что ядро вот этого отображения нулевое что это отображение во время вложения не правда ли? то есть это означает, что отображение вложения так же достаточно просто сказать, что происходит вот здесь что означает, что здесь гомологии вложения это означает, что искусственно это отображение является наложением что это означает, что образ этого отображения совпадает с ядром этого отображения ядро второго отображения есть модуль Значит, образ этого отображения тоже должно совпадать со всем моим образом. Это тоже условие достаточно простое, то, что это отображение феллективное. Наконец, отсутствие гомологии в серединке. Что означает? Что здесь будет? Это означает, что действительно чем мы могли бы здесь? Это означает, что ядро вот этого отображения, ядро отображения проекции совпадает с чем? Совпадает с образом М1, поскольку отображение является вложением. Ну и это означает, если мы знаем, что образ этого отображения все время, а ядро совпадает с М1, это отождествляет М с фактором того модуля, который в серединке, по тому моду, который он означает. Вот это простое переписывание с одного языка на другую. Фактором модуля и то есть утверждение о том, что М является фактором модуля, и вот такая короткая точная последовательность, это эквивалентное отображение. Да, дальше давайте посмотрим на это еще немножко. Теперь мы хотим... Вот у нас есть вот такая последовательность. Теперь М1 у нас является подмодулем свободного, тем самым подмодулем конечнопорожденного модуля. Помните, что такое neutra-модуль? Ну или более удобное для нас определение, что любой подмодуль конечнопорожденный. Значит, мы знаем, что конечнопорожденный модуль над neutra-м кольцом neutra, мы знаем, что М1 тоже конечнопорожденный. Правда ли? Значит, в нем есть свой набор образующих. f1 и так далее fm, образующие модуля М1. Значит, что это означает? Это означает, что нашу вот эту последовательность можно продолжить. Давайте где-нибудь запишу ее уже в более-более. Значит, у нас есть m, у нас есть r в степени n, у нас есть r в степени n. А между ними ничего нет? Между ними как раз ничего нету. Значит, что вот это за отображение? То есть вот это отображение, это провинция. Давайте образующие, то есть, введем какое-нибудь название, образующие модуль R. М1 не свободно, поэтому здесь появится еще один модуль. то есть если у нас действительно r, давайте введем обозначение, что r, это все-таки сумма eит у нас занята, b, f и t занята, это всевозможная сумма x и t умножить, допустим, на m и t, и от единички до n, n, то давайте смотреть, куда переходят m и t. Здесь у нас по определению m и t переходили в венитие, а вот здесь у нас m и t перейдут в m и t. Это отображение давайте назовем p, чтобы это не значило. Почему их последовательность точна? Как в этом убедиться, что она точна, по крайней мере, вот в этом месте? В месте, которое она точна? Да. Вот в этом месте она точна, поскольку p у нас сервективна. Ну, потому что это образ в отношении с m и t тоже. Да. Мы знаем, значит, во-первых, действительно, что мы знаем. Какой будет образ этого отображения? Образ этого отображения будет в точности под модуль, порожденный f1 и так далее, fm. Все, что мы получим здесь, это всевозможные комбинации f и t с коэффициентами z. Это будет в точности модуль m1. А что у нас является ядром этой проекции? По предположению, как раз тот самый под модуль m1, который мы получили. Поэтому в этом месте наша последовательность точна, а дальше сделаем ее точной, самым простым способом. Поставим сюда просто ядро d1. Естественно, что вложение ядра этого отображения сюда сделает нашу последовательность точной в этом месте. d1 это то, что по определению переводной образующей нашего свободного модуля в m1. Образующий модуль соотношения, да? Ага. Дальше можете предугадывать, что я сделаю после этого. Ну и на ключе все зато. Конечно. в m2 пусть у нас произведено h1 и так далее hk. Образующие. Тогда эту последовательность мы можем продлить еще дальше. Еще прямо, да? Угу. Право нам не надо. Пусть последовательность у нас будет в одну сторону. Проще работать с последовательностями, которые, конечно, хотя бы в одну сторону. Да, можно ноль. Ну, я это не буду. Нет, пожалуйста. Ноль под полугодом. Точно так. Ясно, что этот процесс мы можем продолжать бесконечно долго, получив, как вообще говоря, бесконечную точную последовательность. Снова можно рассмотреть ядро герба, взять образующие, их конечное число в силу того, что у нас конечнопорожденный может применить ту же процедуру и, вообще говоря, бесконечно долго строить такую последовательность. То есть мы доказали следующее утверждение. Предлагаем. 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 У всякого. Конечнопорожденного. 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 Конечнопорожденным. Несканым кольцом. Существует. То, что мы построили, называется свободное резолюинг. резолент – это то, что выдает решение. Решение для чего, сейчас обсудим. То есть этот термин встречался еще, когда изучали уравнение четвертой степени, по которому строили уравнение третьей степени, оно тоже называлось резолентом. В данном случае это означает точную последовательность, состоящую из M и свободных моделей. Дальше начинаются интересные вещи. Давайте уже сформулируем теорему Гильдера в Тайсе-Зиндиях. Гильдера в Тайсе-Зиндия. М – модуль над кольцом многосинга. При желании можно считать, что инкардуированный модуль. Н понадобится для исключения разных проективных многообразий. Тогда M существует свободная резолента длины N-1. Ну, или короче, но если что, то тоже мы говоря. Ну, что значит длина N-1? Значит, у нас есть сам модуль. И еще N свободных модуль. R степени. Выразить. М0, R степени N-1 и так далее, последний будет R. А R – это ваше кольцо? Да. Или R в данном случае. В частности, помните, как устроены модули над евтридовым кольцом, кто учится с первого семерства? Да. Конечно, отрожденный модуль над евтридовым кольцом. Ну, давайте я отмечу, что здесь M всегда корожденный. Пример. N равняется 1. Тогда это кольцо евклидово. И так далее все эти модуль M есть не что иное. Это прямая сумма какого-то количества M. И еще какого-то количества M в факторе лошади. Ну, и даже все идеалы в евклидовом кольце у нас прождены. Главное, мы прождены каким-то элементом. M в факторе x1, M в факторе x1, M в факторе x1, M в факторе x1, M в факторе x1. А для такого построить резолюменту? Ой, а только что настолько. Странная разъема кат x. Да. Кат x, прямая сумма, кат x. Кат x, фактор по R. Р. И F. И F. Сытые, можно сказать, больше, что они в степени простых элементов k от x. Так, не столь по R. Так или иначе, как у такого модуля написать резолюцию? К примеру, чему равны M0 и M1? А других нет. Ну, конечно, кто будет образующим такого модуля? Образующими будут образы единичать в каждом из слога. Тогда M у нас действительно будет заморозно. Пусть у нас вот это будет сколько раз? Здесь k, здесь L раз. Тогда, действительно, у нас будет резолюмент, состоящий из M, состоящий из R, в степени M+. И мы факторизуем еще по вот этим соотношениям всего соотношения у нас сколько? Точнее, какие у нас образующие модули соотношения? На самом деле k, да? Их на самом деле k. Это действительно x1 умножить на вот эту образующую и так далее xk умножить на последнюю образующую. Всего k. И соотношения здесь уже сами по себе образуют свободный модуль. В этом примере у нас модуль соотношения. Вот. Давайте еще приведем более общий пример, но тоже. Естественно, и разобрание ранее. А именно, допустим, у нас есть кольцо многочменов. И кроме того, имеется главный идеал в этом кольце. Идеал порожден некоторым элементом F. Чему это соответствует геометрии? Какие будут общие нули у этого идеала? Нули F, то есть это то, что называется гиперповерхность. То, что задано одним уравнением. Когда для функциональных регулярных функциональных гиперповерхности тоже довольно просто написать резервент? Как она будет устроена? Во-первых, сколько образующих вот такого кольца? Вне зависимости от структуры идеала. Что такое образующие модуля? У таких образующих вот такого модуля. Вот, что хотел спросить. Действительно, неправильный вопрос поставил. Ответы два разных. Вот есть такой M модуля. Сколько у него образующих? Что такое образующая модуля? Конечно. Да. Этот модуль пройден образом единицей здесь. С единицей умножаем элементом R, мы можем получить что угодно. Образующие как модуля здесь одно. Поэтому мы можем обратить R. Какое здесь будет соотношение? И вложено в R, да? Правильно. Сколько образующих? Одна F. Получили точную последовательность. Где у нас D1 на X. И что? Какое-нибудь F от X. F умножить на X. Сейчас. Ага. Ну, X. Ну, давайте я X, видимо, не очень хорошо обозначаю, чтобы не ассоциируются переменами. Дмножить на P. Мы фактуризуем по идеалу, по всему, что получается умножением P на элемент кольца. Тоже резольвенство встроено довольно просто. Вот. Давайте двигаться дальше. Посмотрим какой-нибудь действительно содержащий пример. Путь кольцовый. Снова кольцового члена. Снова кольцового члена. Как, конечно же, поле, да? Как? Да. Поле. Кстати, обращаю внимание, что вся эта наука отлично работает. Что для гибраических замкнутых, что для нелгебраических замкнутых полей. Вот, в отличие от теоремы Гильверта на нулях, которые чувствуются к этому. Теорема оседиди их совершенно... Мы видим абсолютно все равно, какое поле мы рассматривали. Правильно. Характеристика. Поле, не забывая, совершенно не помешает всем рассмотрением. И так случится. А идеал у нас теперь... ...соответствует какому многообразию? Идеал у нас проведен всеми переменными. Это точка? Точка. Которая начало координат, да? Начало координат. Вот эта ситуация уже поинтереснее. Трезонент уже будет иметь демони 2. А именно. Во-первых, как мы уже знаем, в модуле r-factor pi, сколько в разуме? Одна. Одна. То есть, начало, у нас стандартный, где 2 и 4. Что произойдет дальше? Ядро этого отображения есть в точности наш идеал. Сколько у него образующих? Как много. Теперь много. Видно, что такое образующие идеалы как много. То же самое, что образующие идеалы как идеалы. Правда? Образующих у нас n. Поэтому сюда мы отобразим r в степени n. Так что соответствующие образующие m переходят у нас в m. Дематься нам здесь некуда. Здесь, в принципе, интернативы особенно не наши. Теперь. А что теперь перейдет в ноль? Вот кто-нибудь видит какое-нибудь соотношение здесь? Ясно, что в этом отображении найдется куча соотношений. Ясно, что модуль равна n. Невозможно в естественной ситуации вложить его модулера от ганги. Народ, который, видимо, знает про резольвенту Кашули, уже подсказывает. Нет? А что, Евгений Славович еще не разбирал ее? Ну, то есть, я еще ее не разбирал. А кто-нибудь еще видит какие здесь соотношения? Сейчас. Какие комбинации этих амыжек перейдут в ноль? Достаточно рассмотреть, кстати говоря, n равняется ноль в соотношении воздействия. Первый метрориальный сизигий. Есть замечательное слово сизигий. Сизигий, это вообще, по-моему, слово, пришедшее из астрономии, если не астрономии, и означает более-менее, по-моему, время, когда какие-то небесные тела выстрелились напрямую. Бреки про соотношения. У этого идеала есть сизигие соотношения между нашими соотношениями. Ну да. Но все-таки кто-нибудь может еще рассказать, на каком выписываете? И сколько таких соотношений? Ну даже пока что не заботясь о том, что чтобы написать их минимальными наборами, сколько их будет? Ну, наверное, все же n. Нет. Да, пополам. А, еще на минус 1. Да, действительно. Если у нас в данном случае m, давайте так, у нас будет m и g, 5 и меньше g. Давайте назовем образующие так, которые перейдут у нас, соответственно, вот в такую. Ясно, что если мы пытаемся написать m, g, то будет то же самое с точностью, да, знак. Думаете, на этом все закончится? Как бы не так же. Угадайте, что будет дальше. Неужели вот эта штука умножить на эту штуку минус 1 и поделить пополам? Нажать нужно не на эту штуку, а на элементы кольца. Нет, я имею в виду степень, какая будет у кольца. Нет, поскольку умножать эти элементы мы можем не на элементы этого модула, а на элементы кольца. Какое между такими элементами ожидается соотношение? Какая есть теперь зависимость между вот такими соотношениями? У нас есть m, g, t и x, g, t, m, i, t. Есть аналогичное соотношение, допустим, давайте я сразу подскажу, x,地, m, t, m, y, t, x, x, y, t, m, x, y, t, m, y, t, m, m, č, m, t, m, e, t, m, n, y, t. Нет, если одно умножить на x-ката, а другое на x-an. Нет, давайте я третий. Смотрите, оно умножить в точечном m-ката минус x-ката m-g-t. Вот такие три уже будут зависимы. На что их надо умножить? Давайте умножим это соотношение на x-ката, это соотношение умножим на x-ката, это умножим на x-ката. Что нужно с этим делать еще? Неужели сложить? Если я знаю, значит... Расставьте правильно, я знаю, что вам надо сложить. Перед старым минус. Перед старым минус, да? А как они упорядочены? Ну, упорядочены они АВК. Ну, если упорядочены... А? Ну, в данном случае. В данном случае неважно, почему нет? Ну, собственно, чтобы написать правильное соотношение. Сейчас расскажу, как их правильно упорядочено. Здесь я написал от балды, поэтому вылезли знаки. Смысл в том, что там r в степени цилизин по 3. Так что, да? Мне подсказали вот такие знаки. Правильно? Давайте посмотрим. Коэффициент при МВ. Здесь ХК ХИТ Здесь При МВ ХИТ ХК МВ сократился. При МК Здесь ХИТ 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 Все сократилось. И, наконец, здесь МИТ Здесь ХК ХИТ Здесь У меня МВ Здесь ХИТ Все, получилось. Ну, то есть, в правильном смысле, здесь у нас появляется спин уже Образующие уже будут соответствовать чему? Тройкам индексов. Правда ли? С одной стороны нумеруются упорядоченные тройками индексов. Прямо так пополам, да? Образующую на 6. А, нет, в цель зен по 3. Цель зен по 3. Да. Цель зен по 3, сейчас мы увидим. А почему они упорядоченные? А почему они упорядоченные? Ну, понятно, что будет, если мы сделаем перестановку. Нет, на балалх не упорядоченные. В смысле не упорядоченные. Как раз если мы поменяем порядок индексов, соотношение будет таким. Поэтому соотношения нумеруются упорядоченные тройкой индексов. Но упорядоченных тройках не c. Тройка 1, 2, 3, тройка 3, 2, 1. Нумеруются под множествами n элементного множества. Слово упорядоченное не упорядоченное, не этого смысла. Количество i, g, k таких, что, допустим, i, g, k. Слово упорядоченное здесь можно трактовать. Упорядоченное в смысле... Нет. Элемент упорядоченный. r, i, g, k, 2, i, g, k. Слово упорядоченное относится к неравенству, а не к тройке. Потому что написано на носке. Ну и, естественно, m, g, k. Переходит куда? Уже можете догадаться, как выписать то, что получилось. Вот в это, да? Ну вот в это. А как это записать через комбинацию m и житых? Знаки тут нужны правильно. x, i, t. Но начало всегда верное. x, i, t, m, g, k. Здесь не ошибемся. x, g, t, m, k. И, наконец, что еще будет? x, x, k, t, m, j. Что? Ну, m, чтобы правильно было упорядоченное, видимо, g, k. И житых. Ой, прошу прощения. И житых. Знаки такие здесь. Это первое момент, где появляется. Нитривиальное значение. Минус посередине, наверное. Вроде как у меня написано, так все и появляется. Вот такое отображение сознания. И так далее. Дальше можно догадаться, что здесь будет. Ну, во-первых, аккуратное доказательство, почему в этом месте этот комплекс тот, чем уже руками провести трудно, но мы проведем его более умным способом. Не говоря уже о том, что будет дальше. Ну и видно, что дальше будет ожидаться. Что дальше уже будет. Действительно будет n плюс 1, да? Да. Здесь у нас будет бельмельный коэффициент из n по 4, и так далее, вплоть до бельмельного коэффициента из n по n, а дальше, как и полагается, 0. То есть резольвент у нас будет как раз максимальной длины n плюс 1. Такое простое многообразие. Такие у него сразу же сизики. Теперь, прежде чем сделать перерыв и изучать их комплексы, досконально. Помните, у нас же появлялось некоторое естественное пространство с такой размерностью. Правда ли еще в первом секундестре? И как раз в нем базис нумеровался упорядоченными, ну, он нумеровался под множеством. Да, косыми многочленами. Не правда ли, что базис здесь естественно нумеровать косыми многочленами? То есть давайте я скажу, что вот это выражение сейчас мы вытушим в терминах косых многочленов. То есть косые многочлены над k, да? Как у нас теперь все устроено? Здесь я начну использовать знак тензорного произведения, но пока это будет тензорное произведение просто векторных пространств. То есть у нас будет n. То есть у нас будет просто r. Или мы можем сказать, что тензорное произведение на косые многочлены в левую степень. Помните, что такое косые многочлены? Давайте напомним тем, кто бы помнит, что у нас косые многочлены записываются, от n переменных записываются, давайте, в левую. Это у нас множество линейных комбинаций. α, давайте, например. g1 и тогда gk. Это у нас в основном поле. А дальше возникает у нас коэффициент. Теперь у нас, если в обычных многочленах у нас переменные коммутируют, здесь они антикоммутируют. То есть рассматриваем всевозможные выражения такого вида. Вместо значка умножения традиционно ставится такой значок. Только знакомы с дифференциальными формами его узнаем. Были же дифференциальные формы? Вот дифференциальные формы в точке — это есть не что иное, как косые многочлены. К форму есть в точности косые многочлены от k переменных. И умножаются они, чтобы записать умножение на образующих, мы просто говорим, что мы налагаем соотношение антикоммутации. Это произведение в одном порядке, это минус произведение в другом порядке. Тогда произведение любых двух таких элементов снова можно будет привести к такому же виду. Ну, в частности, умножение любой из этих переменных на себя к чему приведет? К за нулению. Ну да, это я напомнил. Я надеюсь, те, кто решали листочек про многообразие Грассмана, все это помнят. Вот. Теперь, чем выберутся у нас образующие? Тензорное произведение является надосковным полем, и это более-менее означает, что мы берем столько элементов в таком количестве прямых слагаемых вида r, сколько у нас элементов в базе этого пространства. Есть тензорное произведение, пока сугулы формальны, но все равно будем писать в таком виде. В частности, здесь у нас однообразующие, здесь есть только единичка. Здесь у нас есть ten-образующих, а именно всякое выражение у нас будет иметь вид Это теперь... Здесь у нас получается множество линейных комбинаций, элементов вида... То есть это у нас дифференциальный один формат в некотором смысле. CDT-тензор P. Здесь у нас будет то, что напоминает геометрию один формы, не правда ли? Если рассмотреть это как модуль, это будет свободный модуль размерности n с базисом к си. Базис понятный будет здесь. Какой базис этого модуля над r, кстати? Какого? Вот этого. Который состоит из выражения вида суммы альфа и т, си и т тензор P. Над r? Си и т тензор P. Си и т тензор что? Си и т тензор 1. Т тензор 1, конечно. Точно так же сюда отображаются уже косые многочлены степени 2, тензор R. Здесь уже базисом будет число. Кси и тензор, макси житые, тензор 1, где i меньше j, и так далее. Ну давайте дифференциалы я назову здесь. Дорита 1, здесь дорита 2, здесь дорита 3, дорита 4. Теперь давайте на этом языке выпишем этот дифференциал delta. Просто запишем все это. Естественно, то, что у нас тоже зависело явным немножко кустарным способом образующих, мы хотим просто явно записать его delta. Как это будет именно дифференциал? Ну, сейчас мы увидим, как это связано с дифференциалом dA, точнее это увидим после перерыва. Здесь это называется дифференциал Кашуле. Кашуле пишется. Моглоязычные граждане читают его абы как. Стандартным европейским правилом чтения это ша. Многие безязычные граждане не знают. Ко? Сз. Они так и произносят. Итак, delta inter, xi, i1, и так далее, xi, s, n, z, p. Равняется, как вы думаете, чему? Видно же, что нужно делать. Видно, что какие-то элементы отсюда, а нужно брать каждый из этих индексов, из этого индекса изготовлять соответствующую переменную в кольце и действовать на соответствующее образующее. То есть это должна быть линейная комбинация с косыми многочленами на единичку меньшей степени, delta s. Что нужно сделать для этого? Знаки непонятных? Нет, значит, непонятных. Вытягиваем по одному. Зависим все равно. На xs действительно перенести сюда сумма минус единицы, сейчас догадаемся в какой степени. Дальше стандартное обозначение, xi, 1, и так далее. Здесь стандартное галмологическое алгебрие обозначение с крышечкой xi и k, сумма пусть будет пока от единички до s, с галочкой. Это означает, что этого элемента нет. И так далее. xi и st, тензор, x и k, t, p. Ну или давайте вот это, чтобы обозначение не смущало, с галочкой. Это я признаю, что это действительно равняется. Вот это вот. Штука равняется xi и 1, умножить на и так далее. Последний xi и k-1, следующий уже будет xi и k-1, и так далее, вплоть до i. Для сокращения записи используется вот такое обозначение. Если он зачем-то поставлен на галочках, значит этого элемента нет. Такое обозначение в стиле отсутствия знака суммирования для повторяющихся индексов. Такое типично сокращающее обозначение есть. Держательно здесь, что мы забываем один элемент отсюда и переносим его сюда. А знаки, как вы думаете, какие здесь? Видите, тут чередование. Ну да, здесь просто чередующие знаки. Давайте напишем, минус 1 в степени k-1. Знак не важен. У меня в знак дифференциал, мы оставим его дифференциал. Ну, стандарт такой. Вот это определение дифференциала. Можете, кстати, сказать, почему почему этот дифференциал в комплекте? Начнем с простого. Ну, то есть мы хотим сказать, что Δs, которому мы применили еще Δs-1, и применим это, допустим, КССССР. Значит, чему это равна? Это равна Δs-1, примененный, давайте сначала переписку, к сумме от единицы Дм, КССССР, минус единичной степени k-1, КССССР, и так далее, КСССР, отсутствует, и так далее, КСССР, и так далее, и давайте применим сюда дифференциал, и посмотрим, какой будет коэффициент при, то есть это будет сумма по двум переменам k и l, k не равная l от единицы до s, сумма будет выражений, здесь будет стоять ясное дело x, k, x, l, t, p, а здесь у нас будет два слагаемых, угадайте, какие? Оба слагаемых будут равны k-e1, kC, и ката, отсутствуют k-e1, отсутствует k-e1, k-e1, отсутствует k-e8, отсутствует k-e1, Такое слогамое появляется дважды. С какими знаками? В одном случае, если мы сначала примем один знак на знаке k-1, а второй знак умножить на минус 1 в степени, если у нас l-k. l-2, это первый момент, когда оно появляется. Второй момент, если все наоборот. В сумме они дают. В сумме они дают 0. То есть мы можем сначала, применяя дифференциал к этому коэффициенту, такой способ выбрать пару элементов отсюда у нас два. Мы можем сначала выбрать вот этот элемент, потом второй элемент и наоборот. Это и даст разные знаки. Вот такое вычисление. Давайте я дам перемену просто на осмысление этого. растения и потом двинемся далеко и план на сегодня понять, почему это является точной последовательностью. А это является просто такими коэффициентами. Вот это нумерует. Базис здесь у нас нумеруется. Прямоислагаемое шампула R действует. То есть если у нас есть выражение такого вида, и мы действуем элементом R, то элементом кольца многочленов, то мы действуем только вот сюда. То есть мы умножаем нашу дифференциальную форму на функцию. Выражаясь. То есть ксенит и этанолог Txит? Да. А P этанолог F. Да, и эта аналогия нам сейчас поможет. Ну чего, осознали, что квадратный дифференциал A0 это вычисление понятно стало? Это здорово. А теперь давайте докажем, давайте хитростью докажем, что последовательность точна. А именно тут многие уже вспомнили подругой дифференциал здесь, что здесь есть еще внешний дифференциал. А именно, что помимо Δ у нас есть еще дифференциал D, который записывается как дифференцированная форма, а именно это снова будет сумма. И отведение цедактам Псиитм умножить на Пси Ди, соответственно, тут сократится на Пси Ди, не на П, это я зря написал, умножить на производную П по соответствующей перемене. Знакомое это вам выражение? То есть, если заменить Пси Ди на Дх и Ди, это будет обычный внешний дифференциал на дифференциальных формах. Это дифференциал D равна. Эти слова у вас будут послезавтра, я это понял. Это дифференциал D равна. Те, кто его не знает из других источников, узнают его из анализа. И записывается он в таком виде. Ну и точно так же, если мы запишем. Теперь это у нас повышающий оператор. То есть, если у нас в нашем комплексе, который на половину четвертых, Дельта 2 действует сюда, Д2 действует в противоположную сторону. Например, вот это Д1, вот в эту сторону у нас действует Д0 и так далее. То есть, там где действует Дельта ИТ, там где действует D-1? Да. То, на чем действует Дельта ИТ, на это же действует ДИТ, но в другую сторону. И точно так же, ДС и комбинации с ДС плюс 1 равно, как вы думаете, чему? Это у нас примененное к такому же выражению. Дальше даже еще проще доказать, что это 0. Это будет... А, я тут еще знак, да? Нет, знак тут не нужен. Вот да, тут будет... Сумма по Пи и Ж, объединиться до К, здесь будет Кси, это на Кси, это на Кси, и у нас, не понятно, что выражение. И как бы его за скобку вынести, да? ДП, да. По Д2П, по ДХ и Ж. Теперь обратите внимание, что произойдет, когда мы рассмотрим ИЖ в одном и в другом порядке. Они выйдут с разными знаками, и все. Это будет сумма, действительно, по И меньше Ж. Здесь у нас будет вторая производная, которая... вторую производную, мы знаем, можно брать в любом порядке. А здесь у нас будет Кси на Кси Ж, минус Кси на Кси Ж. И сумма эта будет равна чему? Ну, либо предполагаю, что характеристика нашего поля не равна двум. Ну, или в любом случае, да. если правильно определить внешнюю алгебру, правильно определить Кси и многочлены, то это будет равна нулю. Вот. У нас появилось два дифференциала. А теперь самое интересное. Почему каждый из этих дифференциалов гарантирует, что... Наличие этих двух дифференциалов гарантирует, что эта последовательность будет точной и для D, и для Δ. Давайте вычислим следующее. Что будет вычислить композицию D0 и Δ1? Совершенно верно. Гораздо... Что мы хотим вычислить, давайте сделаем это вместе. Мы хотим вычислить сумму двух таких выражений. Дельта S, в которой можно применить D, соответственно, S-1, плюс Дельта. Теперь в обогатном порядке. Первый применяем D, и здесь Дельта S-1. Все это применяем к D, и так далее. D, S, N, D, P. И сейчас выпишем результат и поймем, что у нас получилось. Ну чего, давайте я использую аудиторию как большой копейки. Давайте там... Сейчас... Как разделить аудиторию пополам? Давайте так, чтобы было примерно поровну сил. Давайте там два крайних ряда. Пусть вычисляют вот это слагаемое, а средний ряд вот это. Или оставить резерв. Ну ладно, сложим мы вместе уже. Слагаемое и доведем это. А что, это громоздка? Что именно? Вообще вот это. Да нет. Ну просто. Давайте сделаем интермейки, поскольку... В некотором смысле гомологическая алгебра это такая немножко письменная наука. В ней достаточно много вычислений вот такого рода. Много из того, что была раньше, такая благоустная наука. Определения все на доске, ничего не стираем. Вот задача вычислить. Вот эти два слагаемых, а потом мы подведем итог. Так. Мога скоротится. Так. Мога скоротится. Так. Потраченное время будет частью семинара, мне кажется. Вы хотите семинар сократить? Ну как? Семинар как-то по определению происходит. Досконечно долго. Я хочу удлинить лекции. Нет, но это тоже можно считать частью семинара. Ну, украшивание, так или иначе, просто я хочу сказать, что закончу не в семь-десять, тогда мы сел двадцать. Семинар происходит бесконечно долго, означает, что если какой-нибудь студент захочет сдавать до десяти, и преподаватели с этим согласятся, но до одиннадцати уже неоднократно происходили семинары. А до десяти, по-моему, каждый семинар практически. О, бессонняя. О, бессоннее. О, бессоннее. О. Можно вопрос? Да. А почему у нас, сами писали ds, от этого элемента у нас сумма i равная от 1 до k. Наверное, до n. До s. Нет, s тут совсем ни при чем, а сколько у нас переменных всего? Я уже забыл. m, конечно. Я уже забыл, как я обознал число переменных. Суммируем по всем переменам. Тоже, как мы здесь при внешнем дифференцировании формы. Мы дифференцируем здесь по всем переменам, которые есть. Топологии обсуждали, почему гомологии не меняются при гомотопии? Нет, только. Мы несколько моделируем ту самую ситуацию. Каждый из этих дифференциалов в некотором смысле является гомотопией. А, тогда обсуждали. Что это за цепные гомотопии? Это оно? Оно. Нет, только я не знаю, почему. Думаю, хорошо вот эту гомологию. Комплект из кашуля в некотором смысле соответствует стягиванию Rn в точку. Доказывает отсутствие гомологии Дерама в Rn. Они так часто бывают второй. А мы действуем наоборот. Используем комплекс Дерама для доказательства гомологии в комплекте кашуля. Используем комплекс Дерама для доказательства гомотопии. Используем комплекс Дерама для доказательства гомотопии. Используем комплекс Дерама для доказательства гомотопии. Ну и давайте разделим на два случая. При неравном G. И xqt dp в dxy. Ну и еще тут будет возникать случай. Давайте еще отдельно разделим. Дерама для доказательства гомотопии. Дерама для доказательства гомотопии. И сравнивать такой функции гомотопии. В верхней же можно дифференцировать. В верхней, но там еще появится, я хочу сказать, что здесь еще появится по... Просто P появится? У нас появится действительно просто P и то, что снизу. Ну давайте я тогда из коэффициента сразу приведу, что просто P. Это будет самым важным коэффициентом. Да, вот, в принципе, коэффициент. При том, что P появится S и то, что было. Да, там еще P плюс нечто. И так далее. Нет, на самом деле здесь сейчас есть небольшая тонкость. Давайте я потом все спешу, чтобы проще было считать dx, df, dx, df, dx. Чтобы вычисление было более прямолинейным. Потом мы перейдем для xn. Ну что, у кого уже что-то получилось? Ну, это сумма против ССССР. Зачем тогда нам нижняя стабильная? Ну, точнее... Ну, просто надо сообразить, у кого-то получится слагаемое такого вида, у кого-то такого вида. А, у кого-то другого поэта уже такого вида. Всё, понятно. Попробуем и еще. Потом я без D немного. Останется, наверное, нажать. На этой графике только то, что было. Просто с P. А, ну и так. Слагаемые такого вида появляются для каких же i с учетом i1 и так далее и s? То есть, чтобы дифференцировать, нужно что? Нужно, чтобы i принадлежало набору i1, нет, наоборот, не принадлежало набору i1 и так далее, и s. А j, наоборот, принадлежала этому набору, да? Наоборот? Ну, смотря какой слагаемый брать. Нет, вот я про это слагаемый. Что? Умножать мы можем, используя дифференциал Кашуля, только на то, что у нас и так наличествует. А, да. А дифференцировать как раз в том случае, когда соответствующего сомножителя здесь нет. Иначе 0 получится. Ну что, такой коэффициент там посчитали? Умножить на, здесь у нас будет понятное дело, кси и 1. Здесь у нас будет кси в, кси и 1 и так далее. Отсутствует у нас кси и c. Умножить на, знаете, посчитали? Умножить на, что мы сходим в кси и 1. Из первого слагаемого, что получается, это более просто сказать. Ну, давай, пусть у нас будет иката. Пусть у нас иката. Давайте вот, и у нас назовем иката. Для кто у нас? g равняется. Иката, да? Пусть у нас g равняется иката. А и не принадлежит этому нагрузу. Поэтому в первом слагаемом здесь будет минус единичка в какой степени? В степени камера с 1. А кто посчитал, что будет в таком слагаемом? Ну, там, в катере. Вот у него представители одного ряда. Ну, какой знак получится, кто уже не смотрел? Ну, там, в начале еще ци будет, поэтому количество перед будет пройдено. Ну, конечно. Если мы сначала применим вот этот дифференциал, сюда еще допишется действительно вот это кси ито. Здесь у нас добавится сначала кси ито и к этому. Поэтому этот замножитель будет на каком месте? На k плюс 1. На k плюс 1. Знаете, кто будет? Знак какой? Чего здесь получилось? 0. И вот это. Дальше. Предполагаем, при такого вида у нас получится, то есть когда мы сначала дифферентируем, потом умножаем на иксы, у нас получится вот здесь. Здесь у нас будет все то же самое. Здесь у нас единственное, что произойдет, вынесется кси и и с. С каким знаком? Мы сначала здесь умножаем. Давайте. И равняется ик. И равняется ик, это я правильно, неинтересно. Как раз интересно, когда они равны, и там вроде будет плюс 1. А! Здесь произойдет еще более простая вещь. Здесь у нас получится исходное выражение. Но что у нас происходило? Сначала мы здесь умножали на какое-то кси, а потом от него же избавлялись. Знак всегда единица. Здесь у нас со знаками все просто, естественно. А в другом варианте? В другом варианте. Здесь у нас действительно все это происходит для i, не принадлежащего, i1 и так далее, s. А здесь, наоборот, для i, не принадлежащего, i1 и так далее, s. То есть i равняется ик. Здесь у нас появится выражение i1 и так далее. И карты у нас вычеркнута. И добавлено в значение. С каким знаком? i-1 в степени k-1. После чего мы смело можем перенести эту переменную в соответствующую ячейку и получить исходное выраживание. С каким знаком? С дизницей. С знаком 1. Но еще надо dx1p до dx1 расписать. То есть что мы получили? Давайте подведем итог. У нас сейчас нравится, если мы справа тендер не дописали. Где бы не дописали тендер? Ну, там, там. Ну, давайте допишем. Можно сразу упростить, чтобы оно сокращалось нижней строчкой. Ага. То есть давайте это все подведем сначала частичный итог. Сумма по i, принадлежащим i1 и так далее. И так. Давайте сразу вынесем, что это будет xi i1 тендерный внешне. на c и s тендерного умножить на следующее выражение. Сумма по i, принадлежащим i1 и так далее, и s выражение такого вида. dx1p по dx1p. Плюс сумма по i, теперь индексам, не принадлежащим i1 и так далее, и s. Теперь уже dp по dx1p. Но это выражение действительно уже можно упростить. Как? Дифференциал расписателя вылезет p и dx1p под dx1. И действительно, здесь у нас будет... Если мы дифференцируем это произведение, то у нас получается s умножить на p... Давайте я просто отдельно скажу, чему равна эта скобка, чтобы не переписывать это. Ну что, вопрос. Второй суммы, наверное, расчеты. x и это, да. Там x и это и, наверное, минус. Нет, знаки у нас все плюсы. Знаки у нас все плюсы, но мы же в начальном выражении этих a переставленные дифференциалы суммировали. Нет, знак у нас здесь плюс, то есть все знаки вроде согласованы, и пока мы получаем правильный ответ. То есть у нас получается s умножить на p плюс сумма x dp по dx1p. Сумма, теперь уже по всем, и от единицы, да, оператора рейдера. То есть, действительно, если мы назовем этот оператор рейдера, рейдера просто вычисляется на кубчей степени этого ноготиза. То есть, если p градуируем, это я уже потихоньку буду стирать по предельному ноготизму. То есть, если степень p равняется d, то у нас s, c, e1, и так далее, c, e, s, p, есть и что иное, как s плюс d умножить на исходное минус, что вычисляет совокупную стиль этого как по внешней переменной, так и по обычным коммутативам. Я подвел итог того, что мы вычисляли. Да, поскольку как действует вот этот оператор эйлера на многочленские d? Помните? Нажать его на d. Теперь давайте посмотрим здесь. Теперь я утверждаю действовать нашу оператор. А, то есть вот в этом утверждении, значит, p был однородной степенью d, p. Ну вот с этого момента рассмотрим однородное p. Предложение. Комплекс. На самом деле, сразу мы докажем пробу комплекса. Кашулин. Драма точек. Доказательства. Я докажу про комплекс Кашулин, про комплекс Драма аналогично. Общаю внимание, что будет комплекс Драма более-менее для плоскости. Ну не для плоскости, а для энергного пространства, для активного пространства. То, что у него возник гомология в анализ, это совершенно неудивительно. Доказательства. Действительно, пусть у нас Δs от некоторого x равнялась 0. Для начала мы хотим добиться того, чтобы x был градуирован. Что делает этот элемент со степенями? Что если у нас было выражение вот такого вида, то что произойдет со степенью p, как только мы применим дифференциал Кашулин? Повысится на 1. Повысится на 1. Повысится на 1. Поэтому, если x у нас... Ну, сейчас x, наверное, плохо, по разным причинам. Если у нас p распадается в сумму p, давайте, p0, p1, и так далее, плюс p, n, здесь и, p, i, равняется i, то из такого последует что? Что Δp равняется 0 для всех, поскольку соответствующие элементы будут иметь разную степень. Если что-то у нас равно 0, а именно вот это у нас будет равно Δs, p0, плюс и так далее, плюс Δs, pn, если что-то равняется 0, то и все градуированные компоненты этого будут равны 0. А степени этого, соответственно, будут равны плюс 1. А дальше... Еще один пример о пользе градуировки. Дальше что мы можем сделать? Если Δp равняется 0, Тогда мы записываем, что мы хотим добиться того, чтобы наш p был бы Δs, соответственно, плюс 1 от чего-то. Как вы думаете, от чего? От ds, p? Конечно, значит. Обратите внимание. Давайте применим все это равенство к p. От ds, p, 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 p. Не очень значительно обозначил p, особенно i, и вот такой элемент, и чисто коммутативная мегастерия. Ну ладно. Надеюсь, никого не сбил эти сейчас значениями. С плюс i, p, 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 p. Ну, сейчас давайте я все-таки обозначу место p, q, подчеркнуть, что q само по себе это выражение такого вида. Утверждается, что там будет s плюс i умножить на qi. Ну, i, я хочу сказать. А почему i? Ну, я хочу сказать, что это совокупная с плюсом. Чего же мы нечеркнули? Ну, правда, степень по нечеркным переменам мы уже фиксировали, равная s, поэтому считать будем как угодно. Так или иначе, некоторое ненуревое число умножить на вот это q, с исключением того же случая, когда этот многосен у нас единица, и нечетная степень была равна нулю. Ну и действительно, что получается? Вот это у нас примененное q, равное нулю. Будет равна нулю. Давайте распишем результатную часть. вот это у нас равно нулю, по предположению. а вот это равняется ds плюс 1, примененное к ds. Обратите внимание, что при не равном нулю мы получили, что мы получили, что куитая получается дс плюс 1, примененное к ds. Ну и соответственно q получается у нас равным суммам. Единственная тонкость у нас возникает при каком? И при равном нулю. В случае равняется нулю, можно применять вручную. Я напомню, как устроен наш комплекс. В нашем комплексе есть наш модуль m, который состоит только из основного поля k, в степени 0, сюда отображается. В степени 0 у нас есть единичка здесь и единичка здесь. Но он там из аморфин k для каких-то хороших идеалов достаточно. А у нас сейчас мы рассматриваем один единственный идеал. А, который порождается просто x-ами, да? Сейчас мы пока рассматриваем точку. Поэтому в степени 0 у нас ручная проверка показывает, что наш дифференциал действительно, что наши последователи являются точными, а в остальных степенях работает эта формула. Ну, да, а в ручнях проверить, наверное, хорошо что ли. Ну, тут, собственно, есть только два элемента нашего комплекса, где возникает степень 0. Вот этот и вот этот. Ясно, что единичка отсюда переходит в единичку отсюда. В степени 0 у нас аналогии нет. В степени от выше 0, выше 0. Из этого рассуждения следует... А, давайте я скажу два слова, поскольку там... Сделаем хотя бы один небольшой шаг в сторону доказательства теоремы Гильберта-Асси-Зигерих. Теорема, которую будем доказывать дальше. Пусть у нас М1 и М2 вам могут быть. Пусть у нас есть две резольвенты. На котором над метровым кольцом, да? Что с кольцом? Ну, давайте над метровым кольцом. Сейчас, по-моему, для этой теоремы это будет не принципиально. Существование важно просто наличие самих этих последовательностей. Пусть имеются две свободные резольвенты. Ньютерость гарантирует только то, что они есть для любого модуля. Помните, что такое дендорное произведение модулей теперь уже? Что это такое? Модуль такой. Как оно строится? Ну, например, всевозможные комбинации врезений их образующих. Как-нибудь так. Ну, конечно, порожденные вообще. Ну, давайте, действительно, конечно, порожденные ситуации. Может, станет оно все-таки кольцом, да? А мы считаем, что модули, конечно, порожденные. Считаем, что все модули, конечно, порожденные. Считаем, что уже эти свободные инстагменты есть. Вот видите, как определяются цензорные произведения в любой ситуации. Считаем их, конечно, порожденным, каким угодно. Возьмем модуль, порожденный множеством m декартового умножить на n, и факторизуем его под модуль соотношений, которые подписываются. Вот так. Берем такой безумный, бесконечно порожденный модуль, в котором образующие соответствуют просто декартовому произведениям, факторизуем по соотношениям такого какого вида? Линейности или линейности? Какие были? Били линейности? Били линейности этого тендерного произведения. И какие были? Что значит, какие были? Ну, в смысле, у нас были соотношения m и соотношения 2. Кто может продиктовать соотношения, кто-то, чтобы соотношения? У нас здесь есть образующие виды m, y, и тут были соотношения. Ну, и сразу запишем как линейную комбинацию. a, x1, b, x2, y есть. Чему это равно? Или a и b подлежат r. Это будет a, r, x1, y, b, m, x2, y. Ну, и симметричное соотношение. Да, этих соотношений уже хватит, чтобы этот модуль, например, стал конечно порожденным, если эти модули конечно порождены. Если здесь вот такое есть образующие e1, e, k, здесь образующие r1, e, k, то образующие этого модуля какие? e, 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 e. Вот. Теперь, что можно сделать с этими свободными резолюментами? В конечном счете мы к этому придем. На самом деле, пока хотим утвердить более слабые вещи. Именно хотим сказать вот что. Тогда рассмотрим 2. Что будет, если мы резольвенту умножим тензерно на какой-нибудь из этих молнив? М1 тензер М2. Сюда будем отображать R в степени К1 тензер снова на R, М2 и так далее. Обратите внимание, что если, допустим, M отображается в М', то M тензер М у нас естественным образом отображается в М' тензер М. Что это функтор, в прямом смысле этого слова. Что такое отображение естественным образом индуцирует отображение тензерного произведения. А именно, домножим его на тензерное отображение, так? Ну правильно, что действительно элемент типа... Да, такой элемент обозначается как X тензер Y. И действительно, элемент X тензер Y, если это отображение F, у нас переходит туда и от X тензер Y. Поэтому у нас возникает, если у нас здесь были отображения вида D0, D1 и так далее, то здесь у нас будет отображение... Вот это отображение называют F тензер тождественным, понимая, что, в принципе, мы могли бы провести то, что D0 тензер тождественное, D1 тензер тождественное и так далее. Обратите внимание, что это у нас будет комплекс. Если раньше у нас, если T отобразилось только два шриха, здесь у нас есть отображение F тензер тождественного и F тензер тождественного и F тензер тождественного. Это более-менее костология. Поэтому это у нас комплекс. И давайте введу определение. Прежде чем ввести определение, нужно доказать теорему. Сформулировать можно. Тогда гомология комплексов, если мы запишем вот этот комплекс, и аналогичного комплекса, полученный симметричным способом. Сделать не на другую сторону? Нет. Да, данное произведение не меняет направление стрелок. Соспадаем. Мы докажем в следующий раз или через раз. Самый простой пример того, что называется спектральная последовательность. Ну и определение в гомологии этих комплексов называются. Традиционно здесь... Давайте мы должны вам про это запить вместо этого 0, чтобы определение было совсем правильно. Ясно, что... Почти ничего не поменяем, если прогрессы называются. Тритер М1, М2. Тр от слова торши. В кавычине. То есть мы забыли на тензовое отделение М1 на М2? Ну, забыли там для некоторого удобства. Нулевой торш совпал просто с тензорным произведением. Чтобы у этого комплекса возникли еще и нулевые гомологии. Такая сугубо техническая деталь. Я ее не поясняю, поскольку эти изменения внесены, чтобы это определение было правильным прямо сейчас. совпало со стандартным прямо с этого 0. Теперь... Откуда берутся сизиги? Давайте я скажу два слова во время, потом, при случае, это все повторю. Теперь давайте рассмотрим, пусть М произвольный модуль, М1 произвольный модуль над кольцом многочлен. М2 Фактор по тому самому максимальному отделу. Теперь, если бы у нашего модуля М1 записали свободную резольвенту какую-нибудь... Давайте, единственное, что мы будем делать в этой резольвенте, будем считать, что сами образующие этих модулей, они выбираются независимыми. То есть мы выбираем образующие, не слишком абсурдно. А для модуля М2 возьмем резольвенту Кашуля. Резольвенту Кашуля, как известно, имеет длину М1. И посчитаем Тор из М1 в М2 двумя способами. С одной стороны мы знаем, что R, тензор, наш модуль. R2 у нас заморозим чему? Что будет, если мы тензор намножим произвольный модуль на вот такой модуль, на котором все это зануляется? Вообще, R, тензор, любой модуль, это у нас что? Кольцо, тензор, модуль. У них вот конец первого семестра. Кольцо, тензор, модуль. Это модуль. Правильно. Заморозны нашему основному полю. Поэтому, с одной стороны, мы получаем, что у нас получается совершенно конечномерный комплекс, где здесь участвуют только образующие. У нас получается действительно тогмологии такого комплекса. M1. Здесь у нас будет K, точнее, M1 забыли. Будет K в степени N1, K в степени N2, K в степени N3 и так далее. Если образующие выбирались незамисимо, то дифференциал в этом комплексе будет нулевой. Ненулевой дифференциал в таком комплексе означает, что образующие отсюда у нас перешли в образующие здесь. Это означает, что где-то мы выбрали откровенно лишнее образующие. То есть, если мы при построении нашего комплекса действовали не совсем тупо, не выбирали просто образующих, которые сами по себе были бы зависимы над, вообще говоря, над основным полем, то тогда дифференциал здесь будет нулевым, и тогда ТОС ИТЕМИ M1, M2 KMZ будет просто равен K в степени N1. Это мы вычислили одним способом, а если вычислим другим способом, помня, что эта резольвенда у нас конечна, то получится другой комплекс. Не правда ли? С другой стороны... С другой стороны... Как я вам говорю, план доказательства... С другой стороны, что мы знаем? Что точно так же мы можем написать комплекс вида M1, TENZOR соответствующее пространство в комплексе Кашуля и так далее, и комплекс у нас будет конечным. Он у нас закончится. последнее, что здесь будет... M1, TENZOR ЛЯБДА N, N, TENZOR R Вот это TENZOR над R это TENZOR над K и здесь будет 0. Поэтому отсюда мы знаем, что ТОР ИТЕМ от M1, M2 от M1, M2 равен 0 при I N. И отсюда получим теорему Гильберта Ассизи. Последнее, что я говорил, разумно считать анонсом того, что будет и зачем нужна гемологическая алгебра. За следующий раз мы систематически будем изучать гемологическую алгебру, например, чтобы доказать эту теорему. Только мы ее докажем, у нас будет теорема Гильберта Ассизи. А из теоремы Гильберта Ассизи я скажу, как можно будет понять еще более точно, как устроен по Сизигиям мы сможем восстановить уже многочлен Гильберта Ильис. Зная степень этих Сизигий, мы будем знать многочлен Гильберта. Это некоторый анонс. И сегодня, что у нас листочек будет уже не дополнением коллекции, а просто практикумом, потому что я рассказал сегодня и в прошлые разы, там всего четыре задачи, как раз на вычисление ТОР, в простейшем случае, для амельовых друг, которые, как известно, Z-модули, про Сизигии, в простейших интересных случаях, для кубики Мерамеза. Следующий содержательный пример, где возникает уже где-то резольвент Ильин в длину уже не два, но три. Следующий по содержательности случай. Ну и так немножко про проективное многообразие и про то, как устроены разные гравуированные, не только гравуированные идеалы. Ну что, кто берется записывать...